Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я горжусь этим роботом с помощью программы, которую я сам создал. Сроки были ограничены, нам приходилось работать сверхурочно. В 10 лет я занимаюсь роботами и строю их. Пока весь мир следит за развитием событий на чемпионате мира по футболу в Катаре, наиболее продвинутую его часть смотрит игры футбольного чемпионата среди роботов. В рамках этой недели цифрового поколения сегодня проходит республиканский матч по робофутболу. Более 120 молодых специалистов, интересующихся IT-индустрией, демонстрируют свои робототехники. Для робофутбола мы устали вот этого робота. Работать над ним продолжалось около двух недель. Самой большой проблемой было подключить колеса, чтобы они работали правильно, чтобы мощность мотора была в нужной дельсе. Теперь он работает на радиоконтроле. Вы подключаете к нему телефон через блютуз. Сигнал через телефон передается в главный блок Ардуино, там он обрабатывается. В зависимости от того, чтобы передали через телефон, активируются моторы, правый или левый. В 10 лет я занимаюсь роботами и строю их. Этот робот называется Неофутбол. Этот робот может играть в футбол через телефон или через ноутбук. Я изготовил своего робота за час. Мне не очень было тяжело. Я давно-давно занимаюсь робототехникой. Продолжительность состязания робофутбол состоит из двух таймов. Каждый длится по 2-3 минуты. Правила игры простые. Между интеллектуальными роботами-спортсменами используется специальный мяч с инфракрасными лучами и профессиональный полигон для робототехники. Состязания по робофутболу не имеют возрастных ограничений. Участие принимают не только школьники, но и студенты с разных точек страны. В процессе мини-турнира они демонстрируют свои знания и навыки программирования, механики конструирования, а также учатся слаженно взаимодействовать с другими. По программе IT-недели по цифровому поколению уже завтра планируется чемпионат по спортивному программированию. Участвовать могут все желающие, но для этого необходимо иметь знания в области алгебры, геометрии, физики и IT.